Девочка-пай А сколько примерно сортов говоришь? На данный момент 6. 6? Да. Постоянно? Да, в принципе на данный момент 6. Будем к осени добавлять еще 2. Сейчас посмотрим, если будет в этом нужда, то может еще 3 добавить. А как-то меняешь, да? На зиму, на лето? Ну да, просто есть такие сорта, которые, скажем, летом пьют больше, а зимой меньше и наоборот. Вот такого плана. Хотя удивительно, у меня был милкшейк и очень долго как-то вот проставил, чуть там сдавал позиции. Как только он закончился, все люди почему-то начали хором кричать. Мы очень хотим милкшейк. Нет, ну милкшейк обязательно будет, потому что, скажем так, уже по просьбам трудящихся. Ну понятно, уже зашел. Ну, что пьешь сейчас? Вот последнего попью. Сингл, один хмель Эльдорадо, чуть поменял рецептуру, до этого был цитромозаик, скажем так, захотелось внести что-то новое и решил начать с хмеля. Как раз довольно выгодно достал партию Эльдорадо. Ну и вот, собственно, на одном хмеле по 100, солодовый засыпь осталось прошлой, дрожжи остались прошлыми и поменялся только хмель. Интересно. Можно. Конечно. Класс. Блин, за рулем. За рулем я. А я выйдет. Ну что, наконец мы дошли до Харитонова. Пойдем посмотрим, что это за ресторан-пивоварня. Должен встретить нас старший пивовар. Вацлав. А, вот и он. Привет. 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 Наконец добрались мы. Добрались, да. Да, ну что, надо посмотреть и что за господин Харитонов в Харькове. Велком. Велком. Ну пойдем. Такой интерьерчик кирпичный под старину, да? Да. Обязательно. Такая. Ё-хо-хо. И бочонок Рома. Или пиво. Пиво. Или пиво, да. Есть пиво. Велком немножко дальше, но парень. Ну да. Ого. Зал какой большой. Здрасте. Здрасте. Здоровый зал. Так и не подумаешь, да? Вроде сумская оживленная улица. Такие как бы дома. Жилые, жилые, жилые. И такой размах, в принципе. Размах тут солидный. Ну, свадьба, банкеты, корпоративы. Я понял, учтем. О, это оно. Уже вижу. Увижу красоту. Эх, красота. Упс. Да. Вот она красота. Красота, красотища. Медные. Медные чаны. Фильтр чан медный. Супер. Наверное, прикольно, когда сидишь, пьешь пиво и вживую видишь, как оно тут варится, как пивовар готовит, все это засыпает. Ага. Красота. Спирт. Спирт. Медь. Натуральная. Наверное, что да. Ну, да. Это, подожди. Это варочный. Нет, варочный посередине. А, тут тройная фигня. То есть, это, получается, заторный, варочный и фильтр чан. Да. То есть, это сделано... Это степмойка, да, получается? Сделано все очень грамотно. То есть, очень удобно. Две емкости для щелочных растворов и кислотных. С разным насосом. То есть, отгазка напрямую подключена к степмойке. И очень удобно любыми видами. То есть, подвод любой воды. Очищенная, техническая, горячая. Любой вид воды, любой вид очищающих. Ну, не надо, короче, со шлангами мотаться. Все уже, только ручки переключай. Да, да, да. Безумно облегчает работу. Очень грамотно, красиво. Равняйся. Смирно. А? Видно грудь четвертого человека. Вернее, люк четвертого танка. Это пульт управления, контроль температуры. Здесь следим изображением. Как ты пришел к пивоваренью? Это был довольно тернистый путь. Тернистый? Да, потому что были, скажем так, и взлеты, и падения. Но началось все дома, с кастрюли. А еще раньше началось с первых видео на Ютубе о том, что все-таки как-то у людей получалось, что как же это так у людей получается дома пиво. Ну, почему бы не было? Возможно ли это? Вот. Какой-то маленький разрушитель мифа во мне проснулся, и почему бы и нет. Вернее это было? Если я не ошибаюсь, это было в 15-м году. В 15-м? Да. Ну, да. Практически самый такой... Да, это как раз на заре крафтовой революции все случилось. Ну, скажем так, вторая, наверное, волна. Да, первая, там, этот был Старгород, ну, из тех, как бы не крафтовой, но из частных первых. Да, 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 да. А потом уже массово более крафтовая, скажем так. Да, да, да. Из крафтовых первых. Да. Понятно. Так, дома начинал, долго варил дома? Дома где-то, наверное, с месяцев 9 я варил дома, пытался, 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 ну, наверное, даже до года. Сейчас, оглядываясь, как думаешь, получалось? В целом, в целом получалось, потому что мы это пили с удовольствием. Бывало, да, были огрехи, были падения, это выливалось все. Но тогда вообще информации тяжело было, даже в интернете было. Да, очень мало было информации. Та информация, которую я находил, это была, скажем так, узкоспецифическая, узконаправленная, и она больше подходила для работы, наверное, на какие-то заводовые предприятия, а ответы на нынешние вопросы, которые, почему, что идет не так, что дома надо изменить, чтобы было лучше, но не было ответа на эти вопросы. И поэтому это все вот так вот было интуитивно. Ну, сейчас до сих пор даже вот это вот пивоварение, наука пивоварения классического, она, ну, тяжело, скажем так, с крафтовым сопрягается. По базовым частям, по дрожжам там, конечно, по технологии там, затирания это все есть, но в остальном там вот охмеление или там внесение каких-то других там фруктов, овощей там, то есть вообще такого нету в этом, в обычном пивоварении. В масс-маркет, да, но в целом я, наверное, все-таки сторонник того, что почему лагерь не может быть крафтом. На самом деле любое сваренное пиво, когда к нему подошли с душой, когда его сварили правильно, когда подобрали самую, ну, выбрали хорошее сырье, вся технология была соблюдена, побочек нету, да, вкусная, приятно пьется, голова на утро не болит. Для меня крафт, наверное, решается, скажу, не сколько объемом, а сколько качеством, потому что если это действительно было сделано очень круто и классно, и это действительно просто обычный чистый хороший лагерь, после которого ты прекрасно себя чувствуешь, почему это не может быть крафтом? Ну, да, человек постарался, сделал, неважно, сколько там хмеля. Я на самом деле, ну, никого не буду рекламировать, но опять же, я человек, который может хмеленку пить, может и какое-то очень странное пиво выпить, но всегда с удовольствием я выпью там одну-две бутылки Хайнекена, потому что для меня, ну, на данный момент это, ну, самый любимый лагерь считается, то есть я ничего от него не жду, потому что нечего от него ждать, но это просто вкусно и нормально и... Стабильное качество. Да, это стабильное качество, я всегда знаю, что я получу. Не на правах рекламы. Лагерок, да? Да, да, это вот сварили на этой неделе лагер, только сейчас он, только на брожении стоит. Понятно. Понятно. Вот. Я примерно представляю, как это все делается. Да. А по сколько они литров? Тонна. По тонне? Тонне. Прикинь, такие вроде небольшие, а тонненькие, люки, но уже не досыпешь на драй-хоп. Это у вас ракета, она... Ну, мы скажем так, здесь нет всегда отмеленной сроки. Мне на данный момент ракета не нужна. Единственный, небольшой минус этой конструкции, то, что не задашь хмель как таковой сразу в танк. То есть, сухое хмеление из танка в танк только перекачка. И второй момент, когда нужно сделать там дозу всех брожей, сверху нет люка и нет никакой абсолютно правильной, хорошей возможности их добавить. Ну, на данный момент нам, в принципе, это и не нужно никогда было. Ну, да. Ресторан как бы не для бергиков, скажем так, а для основной массы населения. Они просто любят хорошее, вкусное, обычное пиво. Качественное. Да, да, да. Самое главное качественное. Да. Ну, есть такое понятие, как биотрансформация хмеля. Ну, да. В целом, в целом, немного добавлять хмеля мне очень нравится. То есть, когда ты при варке сада, вот, ты ждешь каких-то результатов, просто, скажем, вот, там небольшое добавление, я заметил, оно усиливает конечный продукт. Ну, да. Вот это вот биотрансформация, это же именно на брожение задается, и разные дрожжи могут по-разному трансформировать и такие интересные вообще выдать ароматику. Да, и чем интересно, это на данный момент информации об этом не слишком много. Да. И все вот ароматы, вкусы, оттенки, ноты, это все, как слепую сейчас подбираем. Ну, понятно. Методом проб и ошибок. Да, ты никогда не знаешь, что ты получишь в конце, и вот в этом интересно. Ну, да. Это, не, когда получается интересно и классно, это зашибись, а когда получится, ну, и не то. Но зато ты будешь знать, это в опыции наши будет трудно. Ну, да, да. Такая небольшая, скажем, компактная очень пивоварня. Да, сделана она вот довольно грамотно, она не разбросана. Все танки в общей доступности, сделана хорошая обвязка, подача любых людей. Ну, я смотрю, обвязка тоже, да, вся стационарная, не надо шланги тягать, ничего такого. Нет, нет, нет. Единственное, какие шланги мы тут используем, это подключить воды, да, дорожная мойка танков. Иногда что-то лихал, как при сбросе дрожжей, шланг для помыть пол и все, то есть у нас очень сильно пошутка выручает. Ну, классно, классно. А налив по кегам? Налив по кегам прямо здесь происходит. Прямо здесь? Да. Куда подключаете, как? Забор снизу, забираем с нижнего края. Процесс варивание, естественно, простой. Пиво мы сбродили, нужно избавиться от дрожжей, либо использовать их повторно, если некуда, то вы приходите отболевать. А когда уже дрожжей в танке нет, пиво разливается. Две, два заборных крана можно одновременно забирать в две кеги. А они, один кран получается срез на самом низу конуса, а другой выше немножечко, да? Да, один нижний, один верхний кран, естественно. Понятно. То есть, можно сверху более чистое забрать, а потом там с другого там дрожжей. Я на самом деле делаю проще. Я с нижнего крана сбрасываю все проще. Я уже понимаю, что там полностью нет танка, освобожден от дрожжей. И сливаю совсем немного с левой трубки, то есть с верхней. И все, я одновременно могу набирать эти. А-а-а. О как. Как это? Про процесса, как она называется, забыл. Оптимизация процесса. О-о-о. Оптимизация. Ну, а потом как перешел все-таки в пивовары уже такие? А-а-а. Я когда-то познакомился с Олегом Агафоновым. Ага, знаем такого товарища. Тоже нам помогал в свое время. Спасибо ему большое. Да, я с ним познакомился, когда я работал в Black Drew Pub'е в первом. Угу. Вот. Они первые были ребята, которые еще тогда назывались Мэтт Брю. У Саши Седова, да? Да, 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 да. Я с ними познакомился. Они варили очень странно, интересно какое-то пиво. Мне все время было то, что варил дома я, совершенно не было похоже на то, что варили они. А-а-а, я... Они там во все тяжкие, то есть... Да, там были сумасшедшие эксперименты. Меня сейчас так это удивляет, что это все дело затухло, потому что раньше они варили эксперименты с кучей имбиря. А-а-а, там с соком того же имбиря, там, я не знаю, какой-то первые кисляки, первые ламбики они делали. И сейчас вспоминаешь эти вкусы, ну, понимаешь, что вот ты скучаешь действительно за этим. Нету такого. Да. Вот. И, собственно, дальше я познакомился с Олегом, он мне поднатаскал, начал давать какую-то информацию, все дальше и дальше и дальше. Потом в определенный момент я перешел работать шеф-барменом, было когда-то заведение на Хотабе Сокрафт называлось. Я его вместе сейчас с ЦП, если я не ошибаюсь. Вот. Поработав там, я понял, что я про пиво уже что-то знаю, я, в принципе, пиво подвариваю дома. И в определенный, в один прекрасный день приехали ребята из Goldfish Brewery, ну, уже, правда, ныне, к сожалению, почти уже пивоварня. Хотя, вроде, я видел сейчас, кто-то ее забрал. Сказали, что... Работает, ну, бренд, во всяком случае, работает. Вот. И сказали, что, а не хочешь, мы там от тебя наслышаны немного, не хочешь ли ты попробовать там чуть больше объем перейти, нам нужен пивовар. Если что, там поможем, научим. И, скажем так, уже профессионально я начал с Goldfish Brewery, я там проработал чуть меньше года до старшего пивовара. Я, в принципе, освоил на то оборудование. И, в целом, это работа, работа, работа. Но в определенный момент, скажем так, Goldfish закончился. И, совершенно случайно, мне знакомый, опять же, ну, скажем, сарафан на радио всегда работает, сказали, что в Харитонов требуется пивовар. И я решил, в принципе, попробовать свою силу, уже, скажем так, работая не на заводе, не на объем, а работая в ресторане, где вот ты напрямую, скажем... С клиентом. Да. Ты напрямую со своим гостем... Накосячил, клиент тебе высказал. Да, ты всегда видишь реакцию человека на твое пиво. Ты всегда видишь, как он к нему относится. И это, если это хорошо, ты это видишь. Если это плохо, ты это увидишь даже быстрее. Конечно. Нет, ну, это самая, как бы, качественная связь, когда ты напрямую без промежуточных, скажем так, стадий сварил пиво. Клиент сразу же пробует. И... Да, да. Нравится, не нравится. Поваришь, когда народ есть? Нет, варим мы, в принципе, по потребности. У нас, скажем так, естественно, есть план продаж, как таковой. И когда мы понимаем, что пиво остается там тонна, мы понимаем, что нам уже надо доваривать, догонять объем, чтобы не вставить его в стопнику еще. Мы понимаем, что, да, у нас там 25-30 дней есть, на то, чтобы мы сварили, и пиво созрело. То есть, это варки по надобности. Но, ввиду того, что на данный момент пиво пиво довольно много, варим мы довольно часто. Ну, бывает такое, что народ сидит, отдыхает, а вы тут все. А если в этом плане, да, естественно, мы варим днем, но когда зал работает на бизнес-ланч, когда в субботу было, люди приходят. В принципе, мы за открытым стеклом по всему, потому что человеку у нас интересно посмотреть, как это происходит. Потому что же многие пивоварни за закрытыми дверями, как это таинственный процесс. Что там туда кидают, непонятно. Да. Ну, мы будем надеяться, что все нормально кидают. Ну, да. Нормальные пивоварни, я... Нормальные кидают. Нормальные кидают. Нормальные кидают. И нормальные пивовары, а нормальные кидают. Мы абсолютно открыты, ничего не скрываемся. Да, все, естественно, все видно, частота поддерживается на максимально том уровне, где мы ее можем поддерживать. Посему... Ну, и интересно, конечно, вот так тоже, да, сидишь там, пивко попиваешь, смотришь, как оно делается. Тоже очень, очень интересно, открыто. Да, тут есть такой нюанс, что очень много гостей постоянно спрашивают, не макет ли это, то есть, не муляж ли. Потому что очень многие люди не верят в то, что пиво можно варить там в маленьких тоже объемах. Для этого нужен какой-то космический корабль. А как можно так, в таких маленьких или дома даже варят? Да, очень часто людям, когда говоришь, что это действительно вот там пиво, которое вы сейчас пьете, вот пока сам не пойдешь, не наберешь, чтобы человек увидел, он не верится совершенно. Ну, что, продвигаем культуру пивоварения в массы. В массы, скажем так. На нами еще второй этаж есть, второй ярус. Ага, тоже ресторан? Да, да, да. Скажем так, он работает больше в холодное время, потому что закрыта летняя площадка. Чтобы, скажем так, вмещать нужное количество гостей, работает верхняя яруска. Еще летняя площадка, сейчас-то работает летняя? Летняя площадка, сейчас работает, мы еще сюда поедем. Интересно, у купца Харитонова был лифт? Возможно. С нержавеющей стали. Купец Харитонов, здесь вот этот меценат. Да, он был меценат, у него первый кинотеатр был, в принципе, в советское время, по-моему, если я не ошибаюсь, тоже был кинотеатр. Потом забрали. Потом забрали. Как всегда. Как всегда у нас сидя. Здрасте. Ага, ага. Да, интересно. Ух ты, классно как. Получается, да. Харьков видно. Пойдем посмотрим с высоты. Центральный рынок. Площадка. Ну, более-менее. Вид с высоты части Харькова. Интересно. Еще и второй ярус есть у летней площадки. Конечно, пойдем посмотрим. Вообще под открытым небом. В принципе, Харькова аналогов я не видел. В принципе, здесь довольно неплохо вечером, то есть всегда можно прийти посидеть, отдохнуть с друзьями, можно привезти девушку, провести прекрасное время, прекрасный вид. Вообще, в центре такого города, центр-центр, самый центр, везде шумно. Центральная улица, а здесь-то просто. Да, люди, машины. А тут раз и оазис такой получается. Да, здесь, ну, нет совершенно ощущения, что ты где-то вот в суете находишься. Да. Ух ты. Ух ты. Прямо опасно. Да. А это получается Рыморская. Да, это Рыморская. Самый старейший улез города. Ну да, вообще, я же говорю, самый исторический центр. Центрея не бывает. Ну, грубо говоря, исторический слева, современный справа, а мы посередине. Ну да. А вон Людмила Горченко. Чуть ли не тот дом, в котором она жила. Очень необычно, очень необычно, интересно. Сразу старшим пивоваром? Нет, я пришел, естественно, скажем так, в пару, в помощь. Я не знал, просто каждое оборудование имеет свою специфику работы. И здесь, ну, немножко приходилось привыкать, потому что... Поднотаскался, конечно. Да, ты знаешь технологию, но вместе с техническими нюансами их нужно было учить. Раз за разом, раз за разом. То есть я показал, что все, в принципе, хорошо. То есть варить умеем, варить можем. И все на боевые грядки. Скажем так, ты с самого начала крутился во всей этой харьковской пивной тусовке. С самого начала, с самого зарождения здесь в Харькове. Да, как пил Макаревич, я помню, как все начиналось. Как все начиналось. Да, и я действительно помню еще тот момент, когда открылись только первые магазины. Открывались самые первые пабы. И вот иногда сидим, вспоминаем там ностальгии. А вот те там вроде там открылись. А вот биво там такое было. И ты вот скучаешь иногда за этим. Но в целом хорошо. Тусовка растет. Да, вот тоже много, смотрю, людей добавляются. Домашники, домашники, которые уже переходят в промышленную, скажем так. Да, очень радуются, очень радуются, что многие начали, начинают варить дома. После дома не бросают, не опускаются руки, начинают варить где-то по контракту, пытаются строить свои пивоварни. Какие-то новые сорта, какие-то новые сумасшедшие эксперименты. Я считаю, что вот это должно действительно толкать рынок вперед. И только развитие, только что-то новое, яркое, интересное. Ну, а по-другому-то рынок не работает. Да, ну вот, к сожалению, если так взять, если посмотреть 5-6 лет назад, ну, о пиве мало кто говорил. Вообще никто не знал, что можно его дома варить. Да, это вообще-то открытие для многих из нас было впервые. И что оно бывает разное, что до сих пор люди не понимают, что пиво это не только жигулевское, только лагер. Вообще понятие эля не знали и не понимали. Да, вот слово эля, это, скажем так, было что-то где-то оттуда. Типа сидра. Да, это что-то где-то оттуда было. Все знали, что вот пиво, пиво, да даже слово лагер на слуху, но на самом деле вот с недавних топорок не понимали, что это отличие пива. Да, я лагер пью, а я жигулевское. И вот сжили с этим много лет. Многие тоже до сих пор же, нет, но пиво должно быть пивом. Да, да, да. Что значит пиво должно быть? Что, блин, 80 лет пили только одни лагера, в большинстве своем жигулевское, и это пиво. Но это не значит, что, блин, в других странах не пили другое пиво. Естественно. А эля, так вообще, это же самая основа пива была эля. Да, изначально, как бы, лагер как таковой. Века с 15-го, в принципе, зародился, появился. Вот. Ну, меня всегда умиляло, потому что слово эль, там было, наверное, его знали, слышали, и пытались там всем рассказать, те люди, которые первый раз в Британию попали, потому что все местное пиво, скажем, оно действительно больше эль. И эта надпись, это слово, она там, я насколько знаю, повсеместна. И вот люди, просветившиеся хотя бы раз. Меня здесь спрашивают тоже знакомые. У тебя пиво вкусное? Я говорю, ну, блин, обижаешь, вкусное. А эля есть? Я говорю, ну, в большинстве эля. А смородиновый есть? Эль, это вот в вишневой смородине, вот эта вот водичка со спиртом. Да, ну, вот маркетологи не зря едят свой хлеб, на самом деле. Уверили. Перевернули все с ног на голову. Вообще, эля это спиртовая водичка с ароматизатором. Да, и то, что говорят, это похоже на сидр, хотя от понятия даже сидр, это далеко. Ну, да, очень сильно. То есть, ну, живое пиво там 3-5 дней живет, потом умирает в страшных конвульсиях. Да, его куда-то вносят, да, это страшно. То есть, маркетологи все это придумывают. Маркетологи просто это те люди, которые в глаза свои никогда не видели процесс пивоварения как таковой, но они свято верят в то, что пиво там 3 дня и все, потому что оно же типа вот как квас вынес, и все, оно нагрелось и пропало. Постоянно, постоянно встречаюсь вот с людьми, да, и провожу мини-лекции постоянно, что пиво, загрязнение, дезинфекция, не будешь чистить микробы, скиснет. Это плохо, да. Нет, на самом деле здесь тоже я стараюсь проводить на работе побольше времени, я стараюсь общаться с гостями, иногда спрашиваю отзывы о пиве, и когда там человек спрашивает какие-то вопросы, задает ему интересное, всегда, да, сталкиваешься с этими пивными мифами, и хочется вот рассказать человеку побольше, просветить о том, что, ну, это действительно не так там, вот, ну, темное, ну, не крепче оно светлого. Ну, бывает, да, такое, но это же от пивовара зависит. И вот все вот эти пивные мифы, когда человеку просто говоришь, он уже пьет пиво с другим лицом, он пьет его в задумчивости, понимает, что, ага, я всю жизнь пил жигулевское, пора бы что-то пробовать другое. И вот это как человек первый раз с книжкой из библиотеки уходит и понимает, что, ага, не дочитал, надо просвещаться, и я вот стараюсь, чтобы весь персонал, бармены, официанты, администраторы, все по возможности, потому как моя задача пиво сварить, сделать его хорошо и ярко, но задача официанта, задача всего персонала, это продать это пиво, рассказать о нем, ответить на какие-то вопросы гостей. Мы всегда должны слушать наших гостей, потому что они единственные, кто формирует самое правильное, прямое мнение о нашем роде. Хорошо, спасибо большое, было приятно пообщаться, крутая пивоварня, крутой ресторан в центре Харькова, даже никогда не заходил, не представлял, насколько круто с летней площадки. Ну ладно, заходите, всегда рады, наши двери всегда открыты. Спасибо за просмотр!